Сегодня мы необычный с вами проведем час. Мы узнаем о последствиях общения со святыми. Авторитет мы из Бхагавадгита узнаем. Немножко споем. У нас сегодня мридангисты были новые. Да, люди были? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знания. Именно так называется глава. А сегодня среди нас есть те, кто первый раз, да? Вы вдвоем? Лицо ваше знакомое. Мы не виделись? Нет? Подсаживайтесь поближе, если вам удобно. Можете прямо здесь сесть. А вы уже тоже первый раз? Три человека первый раз. Давайте поприветствуем их. Привет! А познакомимся попозже, да? Вот такие обсуждения у нас проходят. И это то же самое, что пение. Мы поем имена Бога, и мы поем философию тоже Бога. То, что Господь говорил о себе. Философия – это наука о нем. Текст 34 главы, он будет говорить о важности вручения себя осознавшим себя душам. А следующие два стиха о последствиях этого вручения. Давайте мы сразу начнем о последствиях, да? Это главный вопрос. Зачем? Зачем, да? Даже если ты самый грешный из всех грешников, если ты пребываешь в судне трансцендентного знания, в лодке, гьяна плавена на санскрите, в лодке трансцендентного знания. Другими словами, если ты обрел знание, ты освободишься от страданий, пересеча океан невежества. Я сказал себе, что буду разговаривать в украинской, и каждого разу я не разговариваю. Как вы считаете, нужно мне говорить, якость там без гарного качества, без якости, с якостью, или разговаривать русский, российский, или украинский. Мы должны разговаривать в украинской. Все, что мы публично говорим, должно быть украинской. То я трешки буду украинской, трешки украинской. Скажут, сужек, все лучше, чем чисто, а не украинская. Будем попробовать. Все мают. Все мают, все мают. Доброе. Надлежащее понимание своего конституционального положения в связи с Господом Кришной настолько прекрасно, что это может тут же освободить человека от страданий в борьбе за существование, которые существуют в океане невежества. Тут я с английской на украинскую не так сможу перекладать, то я зараз российской буду. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан невежества, а иногда как пылающий лес. В океане, однако, опытный пловец, каким бы он ни был опытным, очень тяжело чувствует себя в бушующих волнах. Если кто-то приходит ему на помощь и помогает ему выбраться из океана, он называется спасителем. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога, это путь освобождения. Лодка сознания Кришны очень проста, но в то же самое время очень возвышена. У меня этот комментарий весь исписан, знаки вопроса стоят, не вопроса, а восклицательные. Я сейчас читаю, думаю, что меня здесь так удивляло, что это я подчеркивал. Но было время, было время, когда я что-то тут подчеркивал. Это уже вторая моя Бхагавадгита, исписанная. Карандашиком аккуратненько можно делать пометки. Так что, можете следовать этому примеру или выписывайте себе какие-то записки. Но я себе здесь знаком вопроса и обвел, что если кто-то приходит и, вызволяя пловца из океана, он называется Величайший Спаситель. Ну, наверное, вот это мне очень понравилось, что он Величайший Спаситель. Если кто-то тебя спасал, а вы помните тех, кто вас спас? Ваших Величайших Спасителей. У меня, например, папа. Ну, правда. Представляете, как и должно быть. А папу должен спасти кто? А папу должен спасти сын. Вот мы с ним, в принципе, как договорились. Он даже не знает, кто папа, а кто сын теперь. Он говорит, так кто папа? Он меня спас в свое время, а я считаю теперь себя спасителем его. Ну, это и нормально. Наверное, так оно и должно быть. Все старики, они как дети становятся, но дети должны повзрослеть, да? Так что в этом ничего дурного нет. Вы очень серьезно, очень выглядите, и вы тоже очень серьезно выглядите. Представляете? Это не первый раз, и такие уже серьезные с первого раза. И сегодня у нас как раз будет знание о серьезности. Серьезность – это... Человек пропадает. Самое главное, вот я вам сейчас дословно скажу, как он серьезность отмечает. Серьезность на английском gravity. Грейв серьезный. И могила тоже грейв у нас на английском. Он говорит, что это лучшее обучение для ума быть серьезным в мысли. Лучшее обучение для ума – это серьезность в мысли. Итак, это целый раздел, который заканчивает четвертую главу, глава «Трансцендентное знание». И в этом разделе говорится о важности вручения себя учителю, это 34 стих, знаменитый стих. Ибо этот океан или лес, лес он ни с того, ни с сего просто загорается, и мы не знаем, откуда этот пожар взялся. Океан, он очень опасный. кто-то попадал в волны океана, которые бросали его, как хотели. Никто не попадал в океанские волны. Я попадал и был благодарен, что остался жив, на берегу никого нет, жара. Это было в Южной Индии, а я в это время залез в океан и нырнул в волны. И меня как кинуло, я еле выжил. И когда вылез, я сказал, ой, спасибо, и быстренько ретировался. Вышел из воды на песок, сказал, ой, спасибо большое. Никто б меня тут и не нашел. Вот это такой-такой океан. И вот этот мир, он сравнивается с океаном или лесом. В лесу я не горел, наверное, никто из нас не горел, да? Ну, такие две аналогии. Очень тяжелые места. И, говорится, тот, кто вручил себя учителю, он обретает Джая Шишинитай Гуру Чандра Джаганат Балдесу Бадрамая обретает первое, это свобода от иллюзии. То есть, это последствия знания, которые дают нам общение с учителями. и как следствие этого, это осознание того, что вы являетесь неотъемлемой частичкой целого. Вот такое первое последствие знания. Знание, которое дает учитель, это первая и важнейшая квалификация учителя он утвердился в трансцендентном знании. Кто такой учитель? Это тот, кто рассеивает сомнения этим трансцендентным знанием. И последствия этого трансцендентного знания, это вы считаете себя, чувствуете, живете частью целого. Здесь говорится о частичках Всевышнего. Вы являетесь частью Всевышнего Атмани. Но также вы чувствуете себя частью целого, коллектива. Когда рекомендуется начинающим делать первые шаги, то медитация на Вселенскую форму предлагается. Такая Вселенская форма, где низшие планеты его стопы, средняя планета его средняя часть тела, а высшие планеты его голова, светила это его глаза, такие как Луна и Солнце. И вот в этой трансцендентной Вселенской она даже не трансцендентная, она материальная. Но медитируя на нее мы осознаем себя частицей этого и в контексте говорится обитель его это живые существа. То есть Господь он пребывает в живых существах. поэтому если мы считаем себя частью общества, то мы являемся частичками Господа. Это одна из форм медитации на Господа и пребывания пребывания в нем считаяся частью. И второе последствие обретения трансцендентного знания это свобода от греха. Что приводит к свободе от страдания. То есть это грех приводит к страданиям. Если мы немножко неспокойны по пустякам и действительность наша такая тревожная это значит мы не так чисты. Это тот стих который мы сейчас прочитали. Это он говорит о свободе от греха. Бхактино Такур говорит интересный стих в своей Болу Сангита есть у него такое произведение он говорит освободившись от греха вы перестаете страдать а перестав страдать вы видите весь мир исполненным чудом удивительных смыслов он говорит мир наполняется удивительными смыслами и четвертое и вы погружаетесь в океан чистой радости как-то так он говорит сначала от папы от греха потом от тапы от страданий потом приходит жизнь исполненная удивительных смыслов чудеса в жизни начинают проявляться такое наполненное смыслом бытие и заканчивается это не океаном и лесом а океаном чистой радости океан чистой радости он на глубине находится океан страданий на поверхности поэтому если вы хотите не в океане страданий быть а в радости то погружайтесь глубже будьте такими серьезными как многие из вас сейчас многие такие серьезные правильно чем взрослее мы должны становиться серьезнее это значит обретать трансцендентное знание то есть мы должны быть более сведущими в знаниях вера она есть синтез знания и практики чего практики практики этого знания то что мы знаем мы повторяем то что мы изучаем о чем мы думаем мы повторяем потом мы сидим здесь и поем что мы поем то что мы изучали о чем мы размышляли а иначе мы будем петь пустые имена наше пение будет набором букв алфавита так бактинот такур называет пение которое лишено этого трансцендентного знания вот такой последний раздел этой главы которая называется трансцендентное знание такие два последствия чего вручение себя Господу в какой форме вручение себя святой личности то есть Господь Он где-то Он какой-то мы знаем где Он и какой Он да но так же Господь Он рядом вот вы вы обители обители Господа Он пребывает вас вы его обители и быть частью общества это быть частью Всевышнего Такая интересная наука оставаться в обществе когда пришел один парень это был один из наших последних праздников и он такой был вдохновлен он взял четки он кантемалы купил он купил счетчик для четок и алтарик купил и жена его где-то ждала и он торопился к ней он пожертвовал деньги но жена его ждала где-то там а не здесь потому что она на все это смотрела очень скептически недоверчиво и я с ним долго общался и он задавал много искренних вопросов и я думал откуда такой ангел и в конце концов последний разговор был о том что он понял что Господь есть везде и общество это не единственное место где есть Господь и так под давлением родственников которые ему даже угрожали что он останется где-то там он сказал что он будет практиковать как-то вне общества будет один практиковать и я не стал ему объяснять ничего я вспоминаю о нем до сих пор молюсь посмотрим как судьба его поведет дальше но так мы становимся жертвами иных мнений не авторитетных мнений что можно оставаться вне общества и духовно развиваться оставаться в обществе сложно общество оно полно соблазнов но без общества мы так и не поймем где мы и не поймем куда нам идти все священные тексты они если они персоналистичны если они исповедуют философию личностной идеи абсолюта они вдохновляют на то чтобы оставаться в садху санге общение с хорошими людьми садху санга переводится как влечение санга это не только общение но это так же привязанность буквально и вот задача тех кто в обществе это найти свое маленькое общество порой когда мы в большом обществе мы так и не поняли я в обществе или не в обществе мы где-то потерялись в большом океане но наука о обществе она подразумевает что в большом обществе есть маленькие общества они называются ганна маленькое общество это ганна ну например это какая-то намахата или наставническая группа где есть наставник и есть его друзья а большое общество это антараштрия это такое вселенская вишва так наши учителя в прошлом называли общество вайшнавов которое было их обществом вишва вайшнава сабга вселенское общество и Шила Прабхупада назвал тоже наше общество антараштрия международное общество мы на санскрите антараштрия кришнабава амритасанга международная антараштрия кришнабава то есть бытие такое бава настроение кришна то есть быть с кришной на международном уровне Антарашная Кришнабхава, Амрита вечная, исполненное блаженство, нектара, Амрита санга, общество, ну и также привязанность санга. Красиво, да? Международным та намахатою або кураторской группой есть еще Ютха. Это наша Дніпропетровская община. Дніпровская область может даже. И таких областей в Украине несколько, 14, кажется. И области разум – это национальное товариство, национальное наше СКОМ. А есть еще индийский, американский и много национальных громад, которые складывают международное товариство. И все мы таки разными, да? Даже у этой аудитории все мы таки разными. Но кто-то ближе до кого-то. И надо быть до кого-то ближе. И так сформировать Ганну, маленькую группу. А также нужно быть где-то в группе наставницкой. И так же сформировать свою маленькую группу. И с такими ядумнодумцями быть разумом, быть ближе. И это, вы знаете, такие официальные стосунки, они пленяют. Кажут, у Кришни є найголовнейшее качество, качество – это Бакта Сухрид. Он любит тех, кто любит его. Вот если у нас до кого-то есть эта маленькая любовь, симпатия, то тот, кто чувствует эту симпатию, эту любовь, он будет немного пленяться этим, так? Если вы кому-то скажете, я тебя люблю, я той, кто ваш прихильник, вы подобаетесь мне, да? Я слушаю ваши лекции, я преклоняюсь. Я ось это вам, какой-то подарок, вы мой друг, мы с вами товарищем. То что вы будете делать, да? Вы скажете, я твой друг, и я також товарищу с тобой. Ось тебе подарок, ось тебе просад. Вы начинайте спілкуватися разом уже свідомо. А когда нет таких стосунков, если вы не казали это никому, то кто знает, что у вас там за стосунки? Да? Может так, а может воно не так. А багато справ, багато відданих, и на каждое время не так и много. То это очень хорошо, если мы договоримся о каких-то стосунках, и мы так уже свідомо строим відносины. Это залог успеху, если мы свідомо строим стосунки. Так и с вчителем. Если кто-то есть вчителем, а вы его ученик, то что вы делаете? Вы скажете, а можно я буду вашим учеником, да? И он знает, так, это мой учень, я ему обязан. Чем он обязан? Чем учитель обязан учню? Повернуть до Кришни обязан. Такие в них стосунки. Вчитель, он говорит, я тебя заберу до Кришни, а учень говорит, я буду вчитися. Я буду хорошо вчитися тому, что вы скажете. Но действительно, есть много кроков. Это год, когда учень находят вчителя. И когда мы найдем свою сангу, свое маленькое суспільство, и в этом суспільстве свое великое суспільство. Это тоже некоторое время. Но мы должны меркать, мы должны медитировать. Где мое суспільство? Кто мои товарищи? Где мои друзья? С кем я буду товарищевать? И это очень... Это большая удача, если мы найдем это суспільство. Это Багьяван, это удача, удача. Кто-то даже говорит, что я поехал до другой страны. Кто-то находится в Индии. Есть Патри Прабузна, это такого Патри. Да, поехал до Индии. Украина... Украина... Это хорошо. Кто-то поехал до Киева. Кто-то приехал из Киева до Днепра. Кто-то приехал до Украины. И так мы шукаем себе. Но, говорят, там, где родился, там и пригодишься. Шукать себе треба там, где ты есть. Треба дивиться в очи, в очи. Я в очи десь навчився дивиться у 28 лет. Я так не дивился в очи чось. Был у меня учитель, который сказал мне, дивись в очи. Дивись в очи. В очи. И это перши кроки до стосунков, если мы так очень внимательно смотрим в очи. В свои очи. Не только в чьи очи, а еще в свои. И так воно стало, что сейчас читаю Махабхарату. Там есть час, когда пандалы, они выходят из Индропрастхи в лес. Они выходят после второго азартной игры. Вони вимушены покинути царство. И много граждан идут вместе с ними. И, кстати, только несколько людей были на стороне зла. Это Дурьодгана, принц Шакуни, тот, кто... Дурьодган, который уже сказал, что я так заздрю пандалам, что пойду я и покончу жизнь самогубством. Хай они живут так хорошо, но я не смогу с ними жить вместе. Они таки врадливые, таки счастливые, таки отданные. Я не могу с ними вместе это чувствовать. Пойду втоплюсь. А Шакуни сказал, в чем проблема? Ты давай завоюй все, что они имеют, и населедуйся. Ты дивись, какие у тебя войны. Он говорит, а войны не таки уже были и хорошие. Но он говорит, ты смотри, какие войны. И он поверил. В общем, исполнился вдохновение Дурьодгана и сказал, да, и действительно, что я такое придумал. Пойду-ка я и завоюю все царство пандалов. Они же строили себе Индропрастху при помощи Индры. Поэтому город так и называется, Индропрастха. Индра это главный, но она стала столицей Индра. И Индра это также в связи с тем, что он построил по просьбе Кришны. Господь попросил Индру построить для братьев двоюродных. Славный город. Он до сих пор в Индии есть. Я был в нем. И это место паломничества. Недалеко от Дели, к северу. Пару часов езды. Это был подарок того, кто себя отцом считал. Дритараштра говорит, да, я вам как отец, вы дети. Я между своими кауравами и вами разницы не чувствую. Поэтому, конечно, возьмите. Возьмите полцарства. Вот вам кусок земли, проклятой, бесплодной, никем не заселенной пустыни. Пустыни подарил им полцарства пустыни. Пожалуйста. И пандавы отстроили ее настолько, что это стало местом зависти. И Дритгана, бедный, уже хотел уйти из этого мира. Но Шакуни говорит, да не-не-не, не надо, давай. Только силой ты не завоюешь. А вот если оперешься на мои способности, то мы сыграем с ними в кости, в которые у меня еще никто не выигровал. И тогда ты завоюешь это все. И вот Шакуни, он тоже радовался вместе с Дрюйодганой и Карной. Вот эти три, они единственные, кто радовался. Остальные молчали, ну так они, головы склонив, молчали. Некоторые, ну оплакивали, так, скупой слезой. А Бишма... Кто у нас еще? Бишма... Еще двое, они плакали. Они плакали большой слезой. И вот пандавы, они уходят, и они гражданам говорят, что вы возвращаетесь из царства, лучшее, что вы можете, лучшее, что вы можете сделать, это, если вы вернетеся и будете с Бишмой, с нашим дядом, будете разом с Кунтей, нашою матеркой, разом, и будете пеклуватися про них, про наших батьков. Но с пандавами пошли браманы. И браманы, и священнослужители, они проводили для них все-таки жертвопідношения, а также цитовали гимн из вед, так давая им гарный час. Они проводили разом, читая веды. И Юдхиштхира, он сказал, что, пожалуйста, и вы также обратитесь в царство. Я уже не такой, как раньше, я не могу про вас пеклуватися. В меня нет такого богатства, как было, потому что я програв все. И Шаунака, который возглавляв браманов, он сказал, он говорит, Юдхиштхира, ты памятай то, что я тебе багато разов уже сказал. Истинное богатство, оно приходит, когда ты не прагнешь до него, а когда ты маешь его. И когда ты вжимаешь его, то нет необходимости в том, чтобы потом очищать его. Любое богатство нуждается в том, чтобы очищать его. И поэтому мы жертвуем часть своей собственности. Он говорит, Юдхиштхира, ты ничего не имеешь, и это твое богатство. И на самом деле богатство в том, чтобы совершать аскеза, лишения, и в том, чтобы изучать духовность, изучать священный текст. В этом истинное богатство твое в этот час. Говорит, было время, когда ты обладал богатством, и твоя задача заключалась в том, чтобы жертвовать и поддерживать браманов материальным богатством. Но теперь время для того, чтобы ты понял другой вид богатства. И Дгаумья – это их духовный учитель. Дгаумья, у которого спросил Юдхиштхира совет, то есть он проверил учителя, который, так сказать, вызвался поучительствовать. Это называется Шикшагуру. У нас часто в обществе кто-то будет обучать. Вот я сижу перед вами, и я что-то говорю. Но в конце концов все детали относительно того, как это знание применять, вам надо будет обсуждать с вашим наставником и с вашим духовным учителем. А таких, как я, лекторов еще встретите множество. Но это не так, что вы арбуз выбираете и потом по своему усмотрению покупаете, какой вам понравился. Трансцендентное знание, оно должно проверяться. И вы должны поверять своему тому, кому доверили свою духовную жизнь. И вот учитель, который дал нам посвящение, это в конце концов тот, кто последняя инстанция и наставник, его помощник. И вот он спрашивает то, что Шавнака ему рекомендует у Дгаумьи. И Дгаумьи говорит, да, Юдий Штира, сейчас время для того, чтобы ты углубил свое понимание. Это время тебе дано для того, чтобы ты еще глубже понял, в чем твои обязанности. Говорит, эти 12 лет в лесу и 13-й инкогнито, незаметно, но тоже в изгнании. И плюс еще один год, 14-й, они даны вам для того, чтобы вы осознали более глубоко. Предназначение человека в этом мире. Обрели трансцендентное знание. И он ему говорит о необходимости вручения себя Верховной Личности Бога. И он рекомендует ему, ну вот такое вселенское понимание, как мы вначале говорили. Он говорит, вручи себя Сурье, Богу Солнца. И он рассказал ему историю, как некогда земля, она не давала пищи. И Сурье, он ее иссушил. А Чандра, Бог Луны, он из этого пара создал облака, которые полили воду на землю. И был урожай. Он тоже приложил свое участие. И поэтому, говорит, ты обратись к Сурье, он тебе даст все необходимое. Ну и Юдхиштхира, он стоял в воде, долгое время постился, ничего не пел, не ел. Дгаумья дал ему мантры для поклонения. Он их произносил. И в конце концов Сурье он дал ему разнос. И он сказал, что он вас выкормит все эти, ну, 12 лет. На 12 лет этот разнос был дан. Тоже такая цифра всегда, она интересная. Си 12 років, 12 років. И он говорит, если ваша жена Драупаде что-то приготовит, то вы покладите на этот разнос, и оно не будет никогда заканчиваться, пока она не поедет. То Драупаде она годовала-годовала всех, а потом, как каждая жена в конце съедала, и уже ничего не было. А наступного разу она снова повинна готовати, потом кладу на разнос, и оно не заканчивается. Так воно и жило. И это то, что есть успех для нас. Это жить не за счет того, что мы хотим достичь, а то, за что у нас есть. То есть такая удовлетворенность в настоящем, она, говорит Дауме Йудхиштхире, есть источник счастья. И аскеза, как последствие этого счастья, то есть мы, совершая лишения, мы практикуем аскезу, она в Бхагавадгите изложена очень интересно. То есть что же такое аскетизм, что такое путь к успеху. Воспевание святых имен – это жертвоприношение. И как частность этого воспевания святых имен, мы еще должны как-то вести себя внешне и внутренне. И Кришна говорит в 17 главе о трех видах аскетизма. То есть аскетизм тела в том, чтобы поклоняться старшим, духовному учителю, родителям и учителям. Так же в простоте, чистоте, целомудрии и ненасилии. Это стихи 14, 15, 16, 17 главы. Перечитайте их, домой придете. Аскеза тела такова. Аскеза ума в том, чтобы быть удовлетворенным, простым, серьезным, контролировать свои чувства и бхава самшудги, свое существование очищать. То есть это аскеза ума. Очищение своего существования – это аскеза ума. Здесь с Человек-Пропада хороший совет дает для тех, кто хочет быть счастливым. Он должен воспитать свой ум так, чтобы всегда думать о благе других. То есть это шаг к удовлетворенности, ну и значит к счастью. Это думать о благе других. И аскеза речи в том, чтобы говорить приятное, благоприятное, не беспокоящее других слова. И так же в изучении ведических писаний, то есть в произношении, в цитировании ведических текстов. Вот к такой аскезе Дгаумья, духовный учитель Пандавов, он призывал Юдгиштхиру не к тому, чтобы стремиться к чему-то. И тогда только, достигнув этого, быть удовлетворенным и пригодным как часть общества. А к тому, чтобы в настоящем быть довольным тем, что мы имеем, воспевать святые имена в обществе преданных, считая себя частью этого общества, найдя себя именно в той части общества и быть частью большого общества. И все это возможно, если мы принимаем духовного учителя в его компетенции представлять верховную личность Бога. То есть учитель – это представитель Бога. То есть Господь, Он присутствует в роли духовного учителя, при этом Он является слугой учителя, но не отличным от Него. Это такая наука, она порой нелегкая, чтобы видеть Господа в учителя, а учителя в Господе. Итак, мы несем обществу, всему обществу, свободу от греха, как следствие того, что мы принимаем трансцендентное знание и действуем в знании, а значит свободное греха. И покой, спокойствие всему человеческому обществу. На этом я буду завершиваться. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, подходите, задавайте. Сейчас уже началось арат, наши жрецы и пуджарь, они не трубили в раковине, потому что мы еще общались, но уже наши араты началось. Это очень важная часть общения с Богом в форме божеств, в форме Мурти, в которой он представил перед нами, чтобы мы общались с ним, обменивались. Это так же наука сложная, это роки, так, роки, чтобы изучить эту науку. Но мы можем изучать уже сегодня, а потом продолжать изучать в стенах нашей Академии. Это Академия Свядомостей, теологическая Академия Свядомостей Кришна. И после нашего пира, как это украинский пир, банкет, мы будем общаться, будем задавать вопросы с теми, кто сегодня первый раз, мы познакомимся. Залишайтесь, если вы не торопитесь, тут у зале. И подходьте до кого-то из тех, кто трешки постарше. Постарше – это у них три таких ряда бусин. Ну, и они так выглядят. Вот в Раджабахті пребыву у него нема, но он постарше. То так как-то вы, может, подходите и спрашивайте, а как вас звать? Если у него не простой имя, а какой-то сложный, то он уже трешки старший, то можно общаться с ним. Это наше продовжение цего спілкувания после банкета. Будем общаться, если нам придут студенты индейцы, будем индийский, если кто-то в Алидии украинской, будем на нашей мове общаться. То давайте поспеваемо зараз разом, да? И дуже приемно бачите тих, кто раз, первый раз сьогодні. Вы, так? Вы, да? Сьогодні первый раз. И кто еще первый раз сьогодні? И вы первый. А кто первый? Не так, а так. О, кто багато у нас, кто первый раз. Давайте тих, кто первый раз, знову поприветствуем сегодня у нас. И будем с ними дружить, знать их в лицо, что в этот день, в этот месяц священный, они пришли сегодня первый раз. Этот месяц, который в тысячу раз сильнее славного месяца Картики. И в этот месяц так же хорошо, ну, начать какой-то обед. Мы все знаем, что хорошо брать обед в начале месяца исследовать. Но так же хорошо какой-то обед дать исследовать ему после этого месяца. Так, если вы не встегли какие-то обеды взять сначала, то можно сейчас взять еще и час, и потом следовать. Потому что это очень мощный месяц, месяц Кришны, месяц Пурушотома, который раньше был грязным, потому что нет праздников в этом месяце, и его так все не поважали, но она пришла к Кришне, и он благословил. Ты будешь Пурушотома, ты будешь выше из всех месяцев. И в тысячу раз сильнее, чем Картика. И это месяц, когда поклоняются Радгий и Кришна. Радгий и Кришна. Радгий и Кришна.